Дорогие студенты, мы начинаем цикл мероприятий, организованных Институтом дистанционного обучения и информационных технологий в рамках проекта «Открытое образование» СПБГАУ. Сейчас мне сообщили, что некоторые группы студентов еще на подходе, соответственно, мне бы хотелось воспользоваться возможностью и представить наших уважаемых гостей и предоставить слово для небольшого анонса очень интересного проекта, который будет организован в стенах нашего университета, связанный, как вы видите, с проектом 3D-моделирования и обучения 3D-петчателем. Сейчас я представлю своих гостей, соответственно, Марк Вениаминович Масарский, ради которого мы все собрались, член Совета по внешней оборонной политике Российской Федерации, директор культурно-просветительского центра. Очень много интересных моментов связаны не только с биографией и личной деятельностью Марка Вениаминовича, о чем вы сможете узнать впоследствии пообщавшись не только лично, но и через портал дистанционного обучения с нашим уважаемым гостем, но к нему мы вернемся чуть позже. Далее я представляю помощника депутата Думы Новгородской области Муратова Леонида Васильевича Ефимова Валерия Павловича, чья информационная и спонсорская поддержка всех начинаний нашего института, я думаю, будет славной традицией развития в целом всех наших мероприятий. И сейчас я предоставляю слово директору Копи-центра «Копирус» Васильеву Александру Викторовичу, который расскажет о проекте аддитивной технологии на практике и представит анонс проекта, который будет реализован совместно с нашим университетом. Добрый день. Как Вы уже поняли, я занимаюсь изучением технологий перед печати, они же аддитивной технологии, и Татьяна Ивановна любезно пригласила меня немножко рассказать Вам об этой теме. Ну, прежде всего, чем отличается аддитивная технология традиционной? Существует два способа изготовить материальный предмет. Это взять-отнять все лишнее и второй вариант добавить. Что недостает? Вот аддитивная технология – это как раз способ изготовить предмет с минимальными потерями материала. Причем за максимальную скорость, как ни странно. Основные темы, которые… Зачем оно вообще нужно Вам конкретно? Это то, что это будет в тренде тому, чего учат сейчас Вас. Работа в первую очередь с компьютером, с компьютерными файлами и возможности материализовать этот предмет практически немедленно. Также это очень существенно сказывается на сохранении окружающей среды. Вот по данным «Боинга», деталь, которая видит в самолете, она составляет одну двадцатую часть от заготовки. То есть 19 частей мы делаем опилки, и только одна двадцатая – это всего лишь то, что мы пользуемся. На совещании в Институте ГИАН были приведены еще более смешные вещи. Деталь весом 900 грамм реакторного двигателя делается из заготовки весом 28 килограмм. Естественно, что это приводит к тому, что эти технологии стремительно развиваются. Рост применения этих технологий в производстве составляет даже больше, чем зарабатывает электронная промышленность, промышленность интернета до 35% вход на сегодня. И фактически она за последнее время удвоилась с 2008 по 2012 год. Других темпов развития подобных производств в экономике просто привести сейчас невозможно. На 2021 год вообще рынок вот этих технологий будет составлять по оценкам, не по нашим, по зарубежным оценкам, а почти 11 миллиардов долларов. При этом, собственно, производство, стоимость производства деталей такими технологиями, она тоже снизилась практически вдвое за это время. Где это может применяться? Вот перед вами, например, полностью распечатанный автомобиль. В космосе на американском сегменте уже работает 3D-принтер, на котором делают детали для оперативного ремонта. По самой простой причине. Стоимость килограмма груза на низкой околоземной орбите составляет 20 тысяч долларов. Гораздо проще взять сломанную ручку и сделать из нее новую. Медицина наверняка вы все слышали. На сегодня ни один протезист за рубежом не обходится без технологии 3D-печати. Просто делается компьютерная томография, на ее основе создается электронный файл и делается совершенно индивидуальный протез. На эту тему можно говорить огромное количество. Ну, вообще, особая песня в этой опере – это Китай. Здесь уже нам придется догонять не только американцев с развитием этих технологий, но и китайцев. Например, у них существует самый гигантский в мире 3D-принтер, который способен делать изделия весом 300 тонн. Они первыми в мире начали опечатывать дома. При этом, скажем, 10 домов площадью 200 квадратных метров, два этажа, они производят за сутки, а себестоимость строительства такого дома, короткая, естественно, составляет всего 4,5 тысячи долларов. Заверните к вам. Ну, здесь вот просто можно видеть, что смотрел Мао Цзэду, а это было совсем недавно, вообще говоря, и то, что будет в 25-м году построено на Луне. Это уже… Китайцам можно верить, они принимают госпрограмму и ее выполняют. Вы сами понимаете. Основным идеологом продвижения вот этих технологий у нас является вице-премьер Рогоза. Ну, здесь, к сожалению, направленность темы, конечно же, в первую очередь военпром. Не буду полностью цитировать то, что он говорит, но на сегодня все-таки в конце этого года программа развития аддитивных технологий станет государственной. В том числе будет концепция цифровой фабрики, где не просто будут производиться конкретные детали, но они будут собираться уже более-менее готовые изделия с помощью автоматизированного производства. А вот проблемы внедрения этих технологий, они являются, конечно, очень сложными. Ну, скажем, 40% такого оборудования расположено на сегодня в Соединенных Штатах. 15% – это Германия. В России от всего парка машинно-аддитивного производства находится всего лишь 0,5%, и все они импортные. Вот до прошлого года у нас все было хорошо, но 0,5% и 0,5%, вы сами понимаете. Бог с ним, мы за 2 грамма купили. А вот в прошлом году жареный плиток был уже поданан. И машины остались без расходных материалов, без сервисной поддержки, а новые нам продавать никто не станет, потому что это высокие технологии. И, наконец-то, в этом году будет принята программа по развитию этих деятельных технологий. Но ведь проблема не только в том, чтобы сделать машину, допустим, или скопировать ее с импортного броса, еще нужны и специалисты. И вот этими специалистами как раз можете стать и вымпортить. Регламент, Александр Милович? Да, да, да. Кратик, очень кратик. Я не ожидал, что меня пригласят в институт, связанный с аграрными проблемами. Как, вроде, пристегнуты эти аддитивные технологии плат. На самом деле, идеолог движения РЕПРА, Андрюбай, говорил о том, что машина должна производить материалы для собственного производства на месте, в том числе, путем, допустим, ферментации той же картошки или курузы и получением на месте полилактины, из которого она и будет всегда себя производить. Благодарю за внимание.